Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, Александр Алексеевич. Добрый день. Очень рада, что у вас нашлось время прийти к нам в студию, но сразу хочу вас предупредить, разговор у нас с вами будет детальный. У меня к вам очень много вопросов и уверена, что у вас найдутся исчерпывающие ответы. И вся та информация, которую нам удалось о вас найти, она сложится в полный логически завершенный профессиональный портрет. Александр Алексеевич Лукьяненко, министр обороны ПМР. Родился 13 сентября 1961 года в семье военнослужащих. Окончил Уссурийское Суворовское училище, Ташкентское Высшее общевойсковое командное училище имени Ленина. За время воинской службы прошел путь от командира мотострелкового взвода до заместителя министра обороны, начальника боевой подготовки. Участник боевых действий по защите ПМР. Награжден благодарственным письмом президента ПМР. Медалью «Защитник Приднестровья», орденами за службу Родине вооруженных силах ПМР 3, 2 и 1 степени. Итак, с чего бы я хотела начать? Вам сейчас 50 лет. Так есть. 36 из них вы профессиональный военный. Да, 36 профессиональный и остальные 14 лет провел в семье военных. Родился в семье военных, рос. Ну и дальше уже с 14 лет в Уссурийское Суворовское военное училище. И дальше пошло-пошло и вот сейчас. Как Вы попали в Приднестровье? В Приднестровье я попал так же, наверное, как и все военные офицеры Советского Союза. Это учеба, служба, переводы. За Байкаль, Дальний Восток, Монголия, Киевский округ, служба. В Кишиневе в Советском Союзе служил и попал в Дубосары. В Дубосары Вы попали как раз, наверное, в самый сложный период в 1991 году, когда необходимо было защищать город. Вот тогда в тех условиях, в очень сложных, как удалось отстоять город? Ну, конечно, город отстоять удалось посредством героизма нашего Приднестровского народа, в частности Дубосары, Дубосарского района. Это гражданские, тогда еще молодые люди, ребята, с охотничьими ружьями, с арматурой. После того, как националисты Молдовы первый раз расстреляли толпу безоружных людей, возмутились, подняли. Это были советские люди, это были патриоты. Ну и они сплотились. В тех условиях необходимо было экстренно реагировать, принимать очень быстрые решения. Так и было. Так и было. И, будем говорить, не какая-то одна личность эти вопросы решала, а основная, 99% мужского и женского населения были готовы мгновенно выполнять все указания, которые им отдавались, чтобы защитить республику, в частности, наш город и район Дубосарский. Город Дубосары сыграл в становлении нашей республики одну из важных ролей. Решающие события проходили в конце 80-х годов 20-го столетия. Власти Молдавской ССР взяли курс на выход из Советского Союза. Националисты считали молдавский язык слишком русифицированным и требовали перевода на латинскую графику, а затем провозглашения его государственным языком. Разработчики законопроекта предлагали возложить административную и в некоторых случаях даже уголовную ответственность на тех должностных лиц, которые в своем обращении использовали русскую речь вместо румынской. Родители не имели права выбирать для своих детей язык обучения никакой другой, кроме государственного. Знаем молдавский язык с детства и чувствуя уже несоответствие того молдавского языка, которого мы знаем, но нам объясняли, что это мы знаем народный язык, а надо изучать литературный. Литературный просто чисто был румынский язык. В конечном итоге языковой вопрос стал началом вопроса военного. Дубосары наравне с Бендерми в этом конфликте пострадал больше других городов Приднестровья. В 90-м году здесь уже были первые жертвы. В этот непростой период на службу вооруженной силы ПМР был принят Виктор Пивоваров, нынешний командир Дубосарского гарнизона. Первым его командиром стал майор Александр Лукьяненко. Это принципиальный, грамотный, коммуникабельный командир, с которым было легко решать любые задачи, которых на тот период времени и проблем, и задач было очень много. Задачи требовали быстрых решений. Первые открытые дни конфликта уже были связаны со смертью дубосарцев. В городе для охраны жителей была только рота солдат, а это всего 100 человек. Срочно требовалось менять структуру. Четвертая рота была реорганизована в батальон Республиканской гвардии. В обороне города вместе с отрядами ТСО, казаками и народными ополченцами батальон под командованием майора Лукьяненко с успехом выполняли боевые задачи. Несмотря на то, что не хватало оружия, и многие офицеры и солдаты не были достаточно готовы к боевым действиям. Тогда служили одни патриоты. И приходили те, кому небезразлична судьба своего отечества, своей родины, родных и близких и так далее. Конечно, только на патриотическом энтузиазме. В дубосарах военные действия прекратились летом 1992 года. Сегодня, спустя 20 лет, вопрос остается открытым. Правда, он больше не носит военный характер. Здесь мирно живут люди разных национальностей. Все они говорят на родном языке. Каким Вы запомнили 1991-1992 год? Что ярче всего осталось в памяти? В памяти, конечно, как я уже говорил, осталось самое большое – это патриотический порыв людей. Самое главное впечатление – впечатление о людях. Люди, только люди. Это были гвардейцы, это были ополченцы, это были женщины, женсоветы дубосара, которые мне помогали решать. Это были офицеры российской инженерно-саперной бригады, с которыми я решал вопрос о выделении техники, боеприпасов, шлемофонов, радиостанций, и которые шли навстречу, знали о том, что против них будут возбуждены уголовные дела, они будут уволены со службы. И тем не менее, они шли на это и помогали. Тогда, в 90-е годы, наверное, основная задача вооруженных сил – это была оборона. Вот сегодня, спустя больше 20 лет, эта задача сохраняется? Задача у нас одна, и она никогда не будет меняться с годами. Оборона есть оборона. Ну а вот в данной ситуации, в данное время, мы проводим определенные вопросы реорганизации, можно даже сказать, оптимизации управления Министерства обороны, с учетом нынешнего тяжелого экономического положения в республике. Но тем не менее, мы не имеем права снижать нашу готовность в любой момент отразить какую-либо агрессию. Обеспечение обороноспособности – это довольно-таки закрытая тема. Количество техники, количество военнослужащих. Ну, наверное, это и не нужно знать, но есть вопрос, который интересует очень многих, и, наверное, матери меня в этом поддержат. Это срочная служба. Наши сегодняшние современные казармы, бытовые условия в них соответствуют требованиям и нормам? Ребята одеты, обуты, в казармах тепло. Три приема пищи по калорийности превышают необходимую потребность, которую рассчитывали еще научно-исследовательские институты Советского Союза. В нынешних погодных условиях тепло в казармах? Да. Я вот сейчас объехал северную и центральную часть республики и те соединения части, которые дислоцируются в районах, и проверили вплоть даже до отдельных помещений, где, например, несут люди службу в караулах. 18 градусов – это нижний порог санитарной нормы содержания человека. Во всех в основном есть. Где 18, где 20, 21 градус есть. Конечно, это не так просто поддержать в наших условиях. Есть угольные котельные, где газовые котельные современные, там, конечно, проще. Где углем топим, там, конечно, потруднее. Еще вопрос, касающийся срочной службы. Ни для кого не секрет, что в отдельных подразделениях, воинских частях существуют так называемые неуставные отношения, что тоже один из факторов, отпугивающих молодых людей от срочной службы. Этот вопрос как-то будет решаться? Этот вопрос решается постоянно. И по сравнению, например, с сроком пятилетней давности, вопрос это намного улучшен. Хотя, я не умоляю, конечно, проблемы армейского коллектива и недостатков, может быть, где-то. Мы с этим боремся, будем бороться. И для нас это направление непримиримой борьбы. А в чем причина такого явления вообще? Ну, давайте немножко посмотрим в корень. Давайте спросим, в чем причина наркомании, школьной наркомании, до армии. В чем причина алкоголизма, детского, юношеского алкоголизма, бандитизма. Наверное, не все идет из армии. В армии, видимо, это проявляется, как какая-то квинтэссенция. Получается, в открытом, тесном мужском коллективе это выявляется. Выявляются лидеры, выявляются ребята более слабые. И на этом непорядочные, не только сослуживцы, но, может быть, и командиры пытаются где-то что-то сыграть на этом. Ни для кого не секрет, что в последние годы престиж военной профессии несколько утерян. Что необходимо предпринять для того, чтобы вернуть желание молодых людей служить в армии? У нас обязательный призыв для молодых людей. И служба в армии, как я, например, понимаю, готовит тоже патриотов своего государства. И задача службы в армии готовить гражданина-патриота. А вот уже говорить о престиже службы в вооруженных силах, служба всегда была тяжелая. Для молодых людей особенно. Я когда вспоминаю свой первый подъем, когда мне было 14 лет, я до сих пор содрогаюсь, как это было сложно, как это было трудно. Первую физзарядку, как это было трудно. Первый строй, как это первый распорядок дня, и нужно было минуту в минуту все выполнять. Тут нельзя армию для молодых ребят, срочников, как бы скрасить хорошими пирогами, например, мягкой перинкой. Или, например, подъем делать не в 6 часов или в 6.30, а часов в 9. Может быть, она тогда будет престижная, но тогда это будет не армия. А вот престиж, который мы хотим добиться, престиж для солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров, которые служат по контракту, которые отдают всю свою жизнь армии. Ну, тут говорить о престиже, конечно, вы, наверное, понимаете, все в жизни у нас материально. И, в первую очередь, человек защищает не государство, а свою семью. И работает он, идет служить, конечно, хочет служить родине, но он, в первую очередь, думает о своей семье. И семью надо кормить, и семью надо содержать. Наши офицеры в наших вооруженных силах – патриоты. Это однозначно. Но для того, чтобы к нам пошли более активные люди, наверное, все-таки нужно какие-то вопросы решать по содержанию материальному. Какие конкретные меры необходимо предпринять для того, чтобы по контракту в армии оставались служить молодые люди? Ну, это зарплата. Это зарплата, однозначно зарплата. Ее необходимо, наверное, хотя бы приравнять. Вот я сегодня был в Дубосаре с командиром части разговаривали, мы обсуждали некоторые вопросы. И они мне привели пример. На одном из предприятий инженеры получают 4 тысячи столько-то рублей у нас в вооруженных силах. Ни один майор, капитан, подполковник, не говоря же сержанты, солдат, они не получают такую сумму. Вот вам и реальный пример, сравнительный небольшой анализ. Вот до назначения на пост министра обороны, чем вы занимались? Я был заместителем министра обороны по боевой подготовке. Я занимался организацией и планированием подготовки офицеров, прапорщика, солдата, сержанта к войне. Учил воевать, ну не учил, а руководил управлением по подготовке подразделений, отдельных военнослужащих, соединений, чтей. Настоящий полковник из старой известной песни, наверное, просто был ненастоящим. Возможно, потому что попросту не знал, где обучаться военному делу. У преднестровских представителей сильного пола такая возможность есть. С 2008 года, именно в этом году, в республике на базе военной кафедры Приднестровского университета был образован военный институт. Это ведущее учебное заведение Министерства обороны, которое готовит офицеров для вооруженных сил. Хочу сказать, что кроме подготовки офицерских кадров, мы еще готовим студентов Приднестровского государственного университета, а также военнослужащих вооруженных сил Приднестровской Молдавской республики. До образования института такой возможности не было. Ранее готовили только офицеров запаса на военной кафедре. В армейских рядах остро не хватало квалифицированных специалистов. Теперь за четыре года обучения в институте готовят командиров мотострелкового взвода, артиллерийского и заместителей командиров подразделений по воспитательной работе. И уже получатся у нас кадровые офицеры и пойдут целенаправленно проходить службу в вооруженных силах. Это уже в хорошем смысле этого слова должны они быть настоящими профессионалами в своем деле. То есть люди избрали свою профессию именно быть кадровым военным. Занятия проходят в военных лабораториях, учебных центрах, на полигоне и на автодроме. Но и это еще не все. В институте также предоставляется возможность получить гражданскую специальность. Их тоже три. Менеджмент, информатика и математика, а также психология. Самое главное, с чем мы учим, это уметь познать себя. Лешение любой проблемы, решение любой критической ситуации начинается с познания себя, своих собственных желаний и возможностей. То есть в любом случае основа – это человек. В этом году военный институт впервые выпустит кадровых офицеров. Финишная прямая марш-броска на четыре года не за горами. С честью сдать экзамены, с офицерской точностью написать диплом – это пока главная их задача. Выполнить боевую задачу и любой ценой защитить родину – цель всей жизни. Мы готовы защищать наши границы в случае нападения? Мы готовы. Мы готовы. Мы всегда готовы. В этом никто не должен сомневаться. И граждане, гражданские лица должны быть всегда уверены в наших вооруженных силах. Мы готовы. Мы этим занимаемся каждый день. Например, буквально на днях у нас в Соединенных Частях прошли мероприятия по уточнению задач, боевых задач. И это происходит регулярно, ежемесячно, в определенной согласно плану жестко. Поэтому я говорю, что мы несколько костные, но мы планируем и проводим свои мероприятия и придерживаемся очень строго. А первая и главная задача – это, конечно, безопасность, обороноспособность нашего государства. Александр Алексеевич, Вы назначены на пост министра обороны. И какие перед Вами, как перед министром, стоят первоочередные задачи, которые необходимо решать уже сейчас? В данный момент у нас есть много текущих проблем. Это вопросы обеспечения тепла в казармы солдатам. Это вопросы питания, вопросы обеспечения формы одежды. Это, конечно, вопросы жилищного, коммунального обеспечения, подразделений, служб. У нас нет таких направлений, которые можно было одно решить, направление все вытащить. Все в комплексе связано. Самое главное, как я уже говорил, наша задача и направление – это боевая готовность. Готовность в любую минуту, днем или ночью, подняться, взять оружие в руки, взять боеприпасы и выйти на защиту нашей республики. Есть какой-то девиз, кредо, с которым Вы идете по жизни? Я считаю, что каждый, не только военный человек, не только большой чиновник, все-таки, может быть, слова будут похожи из книги «Как закаляла сталь», но тем не менее, мне кажется, что жизнь свою, каждый гражданин, каждый человек должен прожить так, чтобы, во-первых, было о чем гордиться, было о чем по-хорошему вспомнить, и чтобы не было стыдно твоим потомкам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова